Всем приветики, друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Истории жизни» про сайты знакомств, про РСП, про отношения, про психологию отношений, про всё про это. Видео будет не совсем обычное, будут ответы на комментарии, которых накопилось очень много, и писал их в основном один человек, и такие большие, длинные. Ну, я не могу их как бы оставить без внимания, мне хочется на них ответить, но заниматься писанием, и, честно говоря, нет ни желания, ни времени, потому что, ну, очень много писать. Поэтому я решила снять отдельное видео «Ответы на комментарии». Но прежде чем я начну зачитывать комментарии и на них отвечать, я хочу довести до вас такую информацию. Это именно информация, чтобы вот некоторые там что-то такое не подумали. Значит, я решила что-то. Раз пошла такая пляска, очень много там комментариев, на которые хочется отвечать. Ну, как бы да, действительно хочется общаться с вами, чтобы была какая-то обратная связь, не только вот видео в комментариях, а, ну, в общем, стримы, да, проводить прямые эфиры и стримы. Я надеюсь, вы знаете, что это такое. Но если вдруг кто-то не знает, буквально в двух словах, то есть это мы общаемся с вами в режиме реального времени. Вот я вот сижу перед вами, перед камерой, а вы по ту сторону экрана можете писать свои комментарии и общаться со мной и друг с другом. Ну, понимаете, да, но я думаю, что все знают, что такое стримы, прямые эфиры. Ну, мало ли, люди-то разные, да. Так вот, я хочу, чтобы это было для избранных, чтобы это не было для всех подряд, потому что, ну, сами понимаете, могут зайти абсолютно любые люди, которые даже не подписаны на каналы, ну, и вообще, как бы, да, и писать всякие какие-то гадости. Поэтому, ну, проводить стримы вот так вот в открытом доступе я не хочу. Я хочу, чтобы эти стримы были для избранных. Значит, что для этого предусмотрено YouTube? Я установила на свой канал спонсорство. Эти стримы будут доступны только для спонсоров. Поэтому, если вы хотите участвовать в этих стримах, оформляйте спонсорство канала. Просто нажать «Стать спонсором». Там есть два уровня, первый и второй. Чтобы проводить прямые трансляции, предусмотрен второй уровень, там 3,99 в месяц. Стримы будут проходить регулярно. Если кого-то волнует вопрос, что «вот, ты на этом заработаешь», нет, я могу вас успокоить, я на этом не заработаю. Во-первых, потому что сумма слишком маленькая, и с этой суммой YouTube забирает себе 30%. Потом при выводе средств, кстати, у нас в Беларуси с выводом большие проблемы, то есть целая эпопея, но я не буду вас этим грузить, естественно. А, значит, потом налоговая американская себе часть денег забирает, потом, если деньги отправляются, по дороге тоже откусывает банкорреспондент. Поэтому, если что-то дойдет, это будет мизер, и то вряд ли. Это все делается для того, чтобы можно было проводить закрытые стримы. Ну, там, получается, сумма небольшая, поэтому я думаю, кто захочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Даже если это будет один человек оформит это спонсорство, я все равно буду вместе с вами проводить эти стримы, и мы будем общаться с вами в режиме реального времени. Но если это будет 2 и 3, то это будет вообще замечательно, мы можем общаться все вместе. Поэтому, как только кто-то оформит спонсорство, то сразу будут прямые эфиры. Но сейчас, собственно, переходим к комментариям. Итак, зачитываем. Как вы относитесь к мужчинам, которые отказываются от общения со своими кровными детьми? Ну, наверное, написал, имел в виду детьми. Алименты платят, и все. А чужих детей принимают женщины. Точно, принимают чужих детей женщины, наверное, имелось в виду. Помогают им, и потом, после, во взрослом возрасте, покупают им квартиры и так далее. А своих посылают куда-то. Там нехорошее слово было написано. Не это ли надо женщинам от мужчины, чтобы он воспитывал ее потомство? А если у него есть свое, то чтобы отказался от него? Они принимают детей мужчин с детьми, живущими с ним, потому что понимают, что не смогут оградить мужчину от его ребенка. Не получится, чтобы он отказался от ребенка и вкладывался в только ее потомство. Я такие выводы сделал. А все это ревнуют, не могут, это отговорки просто. Ну, просто у меня есть такие истории на канале, где я рассказывала, что женщины ревнуют своих мужей, мужчин, если у того был ребенок от первого брака женского пола. Именно женского. Ну, истории такие есть на канале, не буду повторяться. Значит, как можно ревновать ребенка? Я ХЗ, по-моему, это отговорка очередная, чтобы скрыть некий расчет с ее стороны. Вот такой вот первый комментарий, давайте на него ответим. Ну, во-первых, я еще раз повторяю, когда я общаюсь с этими людьми, которые рассказывают свои истории, я прочувствую вот их, чувствую этих людей, их мысли, чувствую ощущения. Там была ревность, там вообще история не про деньги. Да не упирайтесь вы в эти деньги постоянно. И вот я знаю, вот эта вот тема детей какая-то такая, ну, больная, что ли, тема. Ну, ладно, каждому свою, как говорится. У многих она больна, у многих, естественно. Но давайте так, вот смотрите. Когда мужчина встречается с женщиной, знакомится, то она уже живет с ребенком. Понимаете? Женщины растят детей, ну, он с ней живет, это ее ребенок. Нет, давайте начнем с другого. Начнем с физиологии. Что женщина вынашивает ребенка, это получается как часть ее, то есть он в ней там растет, шевелится. Это такие непередаваемые ощущения, мужчине они неведомы, да. И очень редко, когда у мужчины есть такой сильный отцовский инстинкт. Ну, давайте по факту. Ну, редко это на самом деле. Да, есть. Но это несравнимо с материнским инстинктом просто по природе так. Потому что ребенка вынашивает женщину, да. Какие-то тоже очевидные вещи, это факты. То есть с этим не поспоришь. И женщины действительно ревнуют мужчин к детям женского пола. Здесь не про деньги, здесь все вместе. Внимание, любовь, прикосновения, сам факт, да. Как они воспринимают этого ребенка как женщину другую. Но она же не всегда будет маленькой, правда же. Она же растет, вырастает, превращается в женщину. Тут вот вам любая женщина скажет то же самое. И мне говорю, столько женщин отписались именно вот на эту тему, что да, так и есть. Что там еще было? Значит, переворачивается. Значит, во взрослом возрасте покупает им квартиру. Еще такой момент. Смотрите. Когда мужчина приходит жить к женщине, он... Ну, вот мужчины устроены по-другому. Я говорю, в общем и целом сейчас. Он приходит к женщине, он хочет жить с этой конкретной женщиной. Да, ему вообще по барабану. Есть у нее дети или нет у нее детей. Ну, есть, конечно, расчетливые мужчины. Ах, у тебя есть ребенок. Все, я с тобой не дружу, не играю, не знакомлюсь. Да, такие есть, их тоже много. Но есть такие мужчины, которые знакомятся с конкретной женщиной и западают на нее конкретно. Понимаете? На человека, на конкретную женщину. Он не будет смотреть на ее возраст. Какой-то в сериале недавно посмотрела, там что-то психиатр разговаривал с какой-то женщиной. Она говорит, я там уже старая. Ну, муж ей изменился, потому что... Она говорит, я уже старая, я уже вышла в тираж. И вон там молодое тело. Он говорит, вы что, если ваш мужчина расценивает женщину как кусок мяса, ну, вышедшим сроком годности, ну, извините, это не человек. Да, тут вообще разговаривать нечего. То есть, понимаете, да, мысль моя понятна. Что залипают на конкретного человека, конкретные мужчины. И им все равно, есть у этой женщины ребенок или нет. Они не меркантильные, они не рассчитывают ничего, они не считают, они хотят быть с ней. И все. Сказать, что они по факту принимают ее ребенка, кто-то принимает, кто-то тоже ревнует, кто-то вообще не обращает у него никакого внимания, как бы, да. По-разному бывает. Но они так не заморачиваются по этому поводу, потому что понимают, что детей растят женщины, и дети живут с женщинами. Бывают исключения из правил, когда женщины живут с мужчиной. Но, опять же, если мужчина вдовец, как я говорила в предыдущем видео, или если жена вообще кукушка, или там мать этого ребенка. Все. Ну, так устроен этот мир. Вот именно так. Опять же, и свои там типа отцы послали этих детей куда подальше. Ну, разные бывают ситуации. Например, бывшая жена этого самого мужчины с его ребенком выходит замуж, замуж выходит, да, второй раз, и со своим ребенком живет с новым мужчиной. Этот ребенок может нового мужчину называть папой. Либо просто живет с этим мужчиной, он к нему привыкает. Вот и все. А тот мужчина, который уже по факту отцом ребенка является, он отвыкает от ребенка. Да, потому что он не женщина, потому что он не вынашил, потому что нет материнского инстинкта, и потому что жизнь сложилась таким образом, что у этого ребенка своя жизнь с его мамой, с новым дядей, а у него своя жизнь с новой женщиной, с новым ребенком. Все. Это просто жизнь. Ничего более. Понимаете, когда мужчина может заморочиться и носиться с ребенком, как списанные торбы, даже если они развелись там, каждый живет своей жизнью. Вот у меня всплывают две таких истории. Ну, буквально пару слов. Значит, мужчина считал себя долго бесплодным. Лечился, лечился, ничего у него не получалось, там, женой развелся, там, то ли она бесплодная, то ли он, нет, ну, по факту он-то, да. И тут навстречают женщину, и как-то так вот раз, она, вот, я знаю, эту историю, она там какие-то там народные средства использовала, какие-то там травки, что-то такое там, да, и бах, рождается долгожданный сын. Он очень хотел сына, просто вау, там, да, сын, это все. И она рожает ему сына, от него, его сын, просто вот копия его, вот, один в один, да, то есть, ну, если могут некоторые сказать, раз он бесплоден, она от другого родила. Нет, родила от этого человека, ну, вот, забеременела от него, да, потому что использовала какие-то народные средства, и сын родился вот просто его копией, вот одно лицо, как говорится. Он просто счастлив, и, конечно же, вот они развелись с этой женщиной, и он с этим сыном носится, как списанные торбы, потому что он был бесплоден, это для него просто чудо расчудесное, то есть, это понятен момент, да. Второй момент, тоже знаю такую историю, про бесплодных мужчин. Значит, жил с женой, долго они не могли там забеременеть, то ли она бесплодная, то ли он, то есть, лечились, там, прошли там всех врачей, ну, кошмар испытали, да, и тут рождается ребенок, родилась девочка. Они развелись тоже потом, вот как и в первом случае. И она своей жизнью живет, эта женщина, он, значит, своей жизнью живет, этот мужчина, но он ни с кем не складывает соотношения, потому что эта девочка то с мамой несколько дней в неделю, то с папой. Он висит на сайте знакомства, он говорит, ну, я хочу как бы устроить свою личную жизнь, вот надо было отдельное видео снять на эту историю, ну, ладно, уже к слову приходится. Но, говорит, как только я рассказываю, что вот ребенок несколько дней живет со мной, люди как-то, женщины сливаются. И, ну, почему так происходит? Не потому что даже вот он несколько дней в неделю проводит, они сливаются даже на уровне встреч, они не могут договориться о свидании, хотя вроде бы, где общаюсь, нам друг с другом интересно, все созваниваемся. Почему так происходит? Потому что мы договариваемся встретиться с женщиной, а тут моя бывшая жена мне названивает и говорит, слушай, забери ребенка сегодня, ну, разве я могу отказать? Ну, это же мой ребенок, я так его ждал, там, это дочка, там, я там люблю, бла-бла-бла, все дела. И я говорю женщине от ворот по ворот, что у меня срывается свидание, потому что я должен забрать дочку. Женщинам это не нравится, да пошел ты. И так, говорит, происходит снова и снова. Ну, потому что он приоритеты не расставляет. Он же мог сказать своей бывшей жене, я заберу свою дочку в назначенный определенный судом день и буду с ней, сегодня у меня другие планы, я занят. Нет, он сливает этих женщин сам, а потом удивляется, почему они там обижаются. Да потому что. То есть надо расставлять приоритеты. Вот и все. И как бы проходит уже какое-то время, это игра в долгую, это история, да, проходит какое-то время, дочка подросла, он так ни с кем и не встречался. Я даже не знаю, как он свою физиологическую нужду справлял, честное слово, потому что завести хоть какие-то отношения у него не получалось. Дочка уже подросла, у нее, говорит, появились свои там подруги, какая-то там своя жизнь школьная, да, вот, а я как бы, получается, сижу один у разбитого корыта. Это из той же серии, что у меня вот история есть на канале, я рассказывала когда-то, да, взрослая мать, или не рассказывала, она будет рассказать, да, взрослая мать, ну, возрастная уже, возраста там, я не знаю, под 70, да, и взрослый сын. И мать не устроила свою жизнь, потому что сыночка ей не разрешала, никакой дядя ему не нравился, она потом забила на это дело и вот так вот всю жизнь жила ради сыночки. А сейчас она сидит такая старая, одна, и понимает, что жизнь свою профукала. То есть, опять же, когда-то в книге прочитала такую классную мысль, я безумно люблю своего ребенка, я там за него жизнь отдам, но портить свою жизнь этому ребенку я не позволю, понимаете? То есть надо расставлять приоритеты, свое время как-то распределять, никого не обижать, ни ребенка, ни вторую половину, ну, как-то разрываться, напрягаться. А многие не собираются напрягаться, жертоки расслаблены, делают, что хочу, лишь бы не напрягаться, а потом бах, а почему я один, а почему я одна? А потому что. Ну, это в двух словах, так, по-быстрюхе. Следующий комментарий. Значит, ну, вы же не думайте, что у мужчины не возникает проблем с этим ребенком, не возникает ревности каждый день видеть плод ее оргазма с другим мужчиной. Вот что это за дичь? Вы тоже чей-то плод оргазма? Это люди просто. Вот эту вот фразу пишут как под копирку мужчины, которые приходят с этих МД-каналов, мужское движение, да, как под копирку про этот оргазм пишут. Да, е-мое, может быть, она не оргазмировала, может быть, просто там, может, и кое-то было, или еще что, просто люди, мы просто люди, икси. Мы не плод чего-то там этого самого, фу, гадость какая, ну, что такое, в самом-то деле. Вы плод? Нет, вы человек, и она, и он, и все мы люди. Ну, можно, конечно, все извратить, вот так вот с ног на голову перевернуть, добавить какого-то говнеца и вызывать у самого рвотный рефлекс. Но если вы так думаете, это клиника, это психушку надо. Ну, серьезно, вы же так не думаете. Нет, это не ваши слова. Это мне такое пишут мужчины из мужского движения под копирку. Кто-то один эту дичь придумал, больной, на голову, а другие подхватили и разносят это в массы. Думайте своей головой, не надо думать МДшной головой, серьезно. Дальше. Значит, это для мужчины неприятно знать, что его женщина была с другим мужчиной. Это на подсознательном уровне, в крови любого нормального мужчины, и он пытается об этом не знать и не думать, а тут напоминание каждый день видеть. А вы не думаете, что женщины думают точно так же, и сходят по этому с ума. Женщины на минуточку еще более ревнивы, чем мужчины. Ну, конечно, все разные, но в общем и целом. Понимаете, да? Я говорю, если так думать, это... Ну, я перед этим озвучила, что это... Так, 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 так. Проблемы с ребенком, что ребенок может не воспринимать его. Думайте приятно мужчине после того, как он вкладывается в эту семью, слышит, ты мне никто не отец. Вы действительно считаете, что мужчинам легче с такими женщинами, и у них те же проблем нет, проблемы будут, это должны понимать и женщины. Переворачивается. И женщины те же проблемы. Проблемы будут, должны понимать и женщины, и мужчины. Вот это и надо говорить. Вот это и надо говорить мужчинам, внушать им с детства. Это и говорят МД-каналы, хотя, конечно, по большей мере они в крайности пускаются. Вот, серьезно, да, они пускаются в такие крайности. Тех, кто, ух, говорят, что вообще РСП для серьезных отношений непригодна, да и вообще, что любая женщина, это уже, конечно, бред полный, на мой взгляд. Что и требовалось доказать? Что любая женщина непригодна для отношений. Так пусть эти МД-шники живут друг с другом. Слушайте, классная мысль, правда же? Если любая женщина непригодна для отношений, да пусть они любят друг друга без всяких детей. Ну, ё-моё. Но это же, понимаете, это токсы, это умственная отсталость, это психические отклонения. Давайте будем откровенными. Как бы не хочется никого оскорблять, но вот почитаешь этот бред, бредовый, да, и вы еще это вот передаете. Ну, вы же вроде бы, ну, не глупый человек, вроде бы, да. Но вот вы пишете такой бред, вот эти каналы, там просто такая ненависть, с ума сводящая жизнью обиженных мужиков. Вот, серьезно. Давайте так. Если вам, мужчине, слегка за 30, ну, и за 40, это уже и так далее, и тому подобное. Хорошо, допустим, такой возраст прекрасный, 35 лет, мужчине, да. Он хочет быть один? Нет. Он хочет быть женщиной, заниматься там этим делом каждый день, там, ну, или через день кому как, там, или там, ну, да, то есть гулять, там, жить, да, не одному быть. Хочется? Хочется. Поэтому мужчины висят на сайте знакомств. В таком возрасте с кем он может познакомиться? Только с женщиной, у которой уже есть ребенок. Скорее всего, у него тоже что-то есть, какие-то там элементы, там, прошлое какое-то. Правда же? Конечно. Конечно. Он не найдет себе 20-летнюю бездетную, потому что он ей нафиг не нужен. Если он богатый и готов вкладывать в нее бабло, это да. Если нет, он ей не нужен. Понимаете? Опять же, о чем я говорила вначале. Он видит перед собой женщину. Он встречает женщину, с которой он хочет жить. Ему плевать, есть у нее дети или нет. Также и ей плевать, есть у него какие-то алименты или нет. Она видит мужчину, с которым хочет быть. Все. Если бы это было не так, мир бы рухнул. Но есть, конечно, такие меркантильные, расчетливые, которые смотрят на наличие алиментов, которые смотрят на наличие у нее там детей. Есть. Но они как будто, вот как правило, своими счетами остаются у разбитого корыта потом. Вот и все. Понимаете, о чем речь? Опять же, зачем мужчине жениться, если она РСП, у нее ребенок, и она потом ее ребенок вырастет и пошлет его куда подальше, что он там в него вкладывался. А вы все такие богатые, вы все такие олигархи, сейчас все работают, и мужчины, и женщины. Вы приносите женщине зарплату, она приносит, вы складываете это в общий котел и как-то распределяете. Либо у каждого там свой бюджет, но в каждой семье, конечно же, по-разному. Вы что, боитесь, как в той моей предыдущей истории, что ее ребенок съест кусок колбасы? А вы бы чужому ребенку не дали кусок колбасы, если бы он в этом нуждался? Я уверена, дали бы. Так что вы так к этому ребенку относитесь, с которым вы живете? Это тоже как-то вот, ну, что-то такое вот в голове происходит на самом-то деле. Я уверена, что это внушили вот эти вот жены-ненавистники, обиженные жизни. Вот серьезно. Почему они это такие? Ну, потому что комплексы, какие-то травмы из детства. Может быть, мама косячила там в детстве, как я тоже рассказывала историю. Может быть, там еще что-то такое было. Понимаете? У каждого своя травма. У каждого свои тараканы в голове. Но есть просто люди, которые не заморачиваются на этих травмах, которые там стрессоустойчивы. Жизнь, она вообще такая нелегкая, непростая. У каждого какие-то заморочки свои есть. Но это не значит, что надо циклиться и делать перенос на других людей. Вот меня там обманула какая-то там бывшая женка такая нехорошая, значит, все такие плохие-сякие. Да нет, все разные. Понимаете? Когда мне говорят о том, что все там РСПшки развалили, семью, все такие-сякие розетки, так может быть, эта семья вообще в принципе не должна была состояться. Может, они, к примеру, по ошибке заскочили в ЗАГС, там писнули какую-то роспись, поставили, побежали. А этого не должно было быть. Он ошибся, и она ошиблась. И что теперь? Это пожизненное заключение? Ну, бред же, правда? Опять, равнять всех женщин под одну гребенку? Давайте так, к крайности. Вот она, допустим, монахиня, монашка. Хотя монашки тоже разные бывают, да? А вот эта вот вторая, она такая зечка, уголовница такая прораженная, хотя они тоже разные бывают. Да, то есть полярные такие. Они что, одинаковые, монашка и зечка? Нет, они разные, правда же? Так и простые женщины, которые ходят по улицам, сидят на сайте знакомств, они тоже абсолютно разные. Опять же, если вы считаете таким образом, что вы будете жить с женщиной, вкладываться в ее ребенка, в нее, а потом этот ребенок скажет, ты мне не отец, и пошел ты куда подальше, вам не надо жениться. Не надо искать вообще кого-то для отношений, если вы так думаете. Вообще вот эта тема, зачем мужчине жениться, я так считаю, что далеко не каждому мужчине надо жениться. Если вы рассуждаете таким образом, вот мои деньги отберут, я в него вкладываюсь, он меня пошлет куда подальше, не женитесь. Ни в коем случае не знакомьтесь с женщиной, у которой есть ребенок. Пошли они все куда подальше. Лично вам, вам. Ну, я не про вас говорю, да, вот. Не про автора комментария, а просто, ну, Вася Пупкин, допустим, да, вам это не надо. Не каждому мужчине надо же жениться. Если у него такое в голове, он должен жить один. И не портить жизнь ни себе, ни тому парню. Ну, образно, понимаете? Я еще раз склоняюсь к тому, что все очень и очень разные. Дальше. Комментарий от одного же автора про МД, про мужское движение. Как считаете, нужно ли воспитывать мальчиков в этом ключе, что чужие дети, и он не обязан их принимать? Что женщина – это женщина, а ее ребенок – это отдельно? Вот об этом говорят МД-каналы, насколько я знаю, только в другой форме. Говорят, что РСП вообще не надо жениться, потому что, почему? Можно, но ставить условие, что для ее ребенка отцом не буду, у него есть отец, что его проблемы она пусть решает сама. Его родной отец, как считаете, это разумный подход. Поймите одну простую вещь. В каждой семье все по-своему. Понимаете? Если вообще никто не должен никого любить, вот, например, любит он женщину, а ее ребенка не любит, имеет право, конечно, кто может его заставить полюбить ее ребенка? Никто. Он же не робот, уже не может себе там на кнопочку нажать любить, любить. Нет, не может. Вот и все. Но он должен вести себя таким образом, чтобы не обижать этого ребенка как-то, не прессовать его, не кошмарить. Вот и все. Если вы про деньги, если вас так душит жадность, я еще раз говорю, ни в коем случае не надо жениться на женщине с ребенком. Ни в коем случае. Тут надо каждую отдельную ситуацию рассматривать конкретно. Валить всех в одну кучу не надо, потому что все разные, все чувствуют по-разному, думают по-разному и так далее, и тому подобное. Вот и все. Может быть, кому-то категорически нельзя жениться на женщине с ребенком, а кому-то это за радость, за счастье, и вообще по барабану равнодушие какое-то. Вот хочу женюсь. Ну, как-то так, понимаете? Поэтому тут не будет конкретного ответа вот так вот. В общем и целом. Тут надо смотреть каждую конкретную ситуацию, учитывая характер конкретных людей. И типа, надо ли воспитывать мальчиков, чтобы он не принимал чужих детей? Мальчики еще дети. Как вы будете в принципе говорить про каких-то детей? Он будет вам кричать, вообще не хочу жениться, вообще не хочу никаких детей. Ему это неинтересно, понимаете? Или девочки, что вы ей будете сейчас говорить, что только не разводись, только не становись и распешкой, а если ее муж бросит, и что она в этом виновата будет? Вот представьте, растет девочка, вы ей будете говорить, дочь и дорогая, доченька там, вы выйдешь замуж, когда терпи от мужа все, будет бить, терпи, пить будет, терпи, изменять тебе будет тоже, терпи, потому что ты когда-то там поставила подпись, загсет и обязана терпеть. Вы так свою дочь будете распитывать, растить? Ну я образно говорю, да, вот про всех людей, у кого есть дети, там, женского пола, там, или мужского, там, дочки, допустим, да? Вы так будете свою дочь воспитывать, чтобы она терпела какого-то там засранца? Нет, правда же? Или будете? Так, вот интересный вопрос. Или наоборот, когда сыновей растят, или детей мужского пола, вы будете говорить, ты там не должен принимать РСП-шку, пошла она нафиг там со своими детьми, и все. Вы вообще про это говорить не будете. Вот если вот он женится, допустим, да, как бы он свободен, она свободна, общие дети, да, это одно. Если вдруг он там разведется, ваш сын, и что, будете к нему лезть? Да ваш сын вас пошлет куда подальше, скажет, мама, папа, это моя жизнь, там, я люблю эту РСП-шку там, или еще чего. Понимаете, о чем речь? Наверное, еще один комментарий, я просто с дурацкого телефона сфотографировала, у меня постоянно ворочится. Короче, значит, выходит так, что женщина не примет ребенка мужа, если он с ним живет. Да по-разному выходит, кто-то не примет, кто-то примет. Хорошо, пусть так, но тогда к чему, тогда чужих детей не бывает. Полюбишь меня, полюбишь моего ребенка. Отец, мать, не тот, кто родил, а кто воспитал. Что это, женское вранье, манипуляция? Это бред полный, вот полный бред. Что значит, чужих детей не бывает. Все дети чужие, если не свои. А что тогда, чужих людей не бывает. Все мои братья, все мои сестры, что за бред вы несете? Ну, не вы несете, это тоже из каких-то мужских каналов или женских, бредовый. Вообще, такие фразы терпеть не могу. Чужих детей не бывает. Все чужие, если не свои. Так, не мать, кто родил, кто воспитал. Опять же, бывает и такое, да, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал или мать. Конечно, бывает. По-разному бывает. Об этом речь я говорю. Каждая ситуация надо отдельно рассматривать. Что посоветуете не верить этим словам? То есть, мужчинам не стоит верить этим манипуляциям, а не это ли говорят все мужские каналы? Значит, в чем-то они правы. Ну, я уже ответила на этот вопрос. Каждая ситуация, она индивидуальна. Кто-то растит чужих детей и прекрасно к этому относятся. Чужие дети называют их папами и мамами, одни их своими детьми. А кто-то не хочет и не растит. Все. Еще раз говорю, по-разному все воспринимается. Не валите вы все в кучу и в одну к ребенку. Это глупо. Еще один комментарий. Значит, человек не имеет права ставить условия, это аморально, когда заставляет делать выбор или я, или ребенок. Хотеть искать, может что угодно, без прошлого или без детей. Но если у человека есть ребенок, либо ты принимаешь это, а если нет, то не вправе ставить такие условия, чтобы он отказался от своего ребенка. Для меня это просто аморально и о многом говорит, как о человеке. Это последний комментарий. Я рассказывала историю, где муж абьюзер, да, вот это вот. И когда он ревновал свою жену к ее сыну от первого брака, да, и ставил условия, чтобы она отдала этого сына бабушке с дедушкой, ну, ее родителям. И типа они жили без этого ребенка. Аморально это или не аморально? Знаете что? Давайте так, посмотрите, что происходит в этом мире. В этом мире все так идеально, все так справедливо, ничего не аморально. Нет. Этот мир устроен по-другому, поймите вы, простые эти элементарные вещи. Мужчина может говорить такое? Может. А кто ему запретит? Давайте так. Это не предусмотрено ни уголовным кодексом, ни административным кодексом. Правда же? Конечно. Значит, он может это говорить? Может. Что в этом случае может сделать женщина? Либо принять его условия, либо послать его куда подальше. Так или не так? Так. Так же, как я рассказала, вспомнила моя неподруга, вот вы пишите, ваша подруга так сказала, она мне неподруга, она моя бывшая коллега по работе. Она сказала, значит, она когда выходила замуж, она детей не было, замужем никогда не была, вся себя такая даже была, девочка-девочка, да? К слову просто. Он был женат, у него ребенок женского пола. И что происходит? Она ему сказала, я никогда этого не приму, и я просто не хочу, чтобы ты с этим ребенком в принципе общался. Могла она ему такое условие поставить? Да запросто. А почему? Потому что, опять же, а кто ей запретит? Вот и все. Он что мог в свою очередь сделать? Он мог сказать, да пошла ты, мог, мог. А мог стать, хорошо, я согласен. Он согласился, он принял ее условия, значит, ему это тоже нафиг не надо было, не этот ребенок, не эти отношения. Они родили свою дочку и живут частно, насколько я сейчас знаю, устроить свою семью так давно. Все. Та его дочка, точнее, его бывшая жена с этой дочкой вышла замуж второй раз и живет с этой дочкой, с этим новым мужиком, с новым мужем, и та дочка называет его папой. Это всех устраивает, понимаете? В данной конкретной ситуации это устраивает абсолютно всех. Вот и все. Понимаете? Если люди о чем-то договариваются, это вообще никого не касается. Любой человек, любому человеку может стать любые условия, но второй человек может вас послать куда подальше и возмутиться, да как ты смеешь, а может сказать, ну, я понял, либо так, либо никак, я принимаю этого условия. Понимаете, о чем речь? То есть договариваются двое, и это больше никого не касается. Вот и все. Я думаю, что я сполна ответила на ваши комментарии, я думаю, что вы меня не просто послушали, а вы меня услышали. Правда же? Что есть отношения двоих, есть договоры, и они могут быть, ну, самые разные, на любые темы, не только касаемые там детей, а вообще отношений, каких-то вывертов. Поверьте, в жизни столько всего такого самого разного, что если бы вы там что-то услышали, из любой сферы вы бы сказали, ах, как так можно? Можно все, если двое договариваются. Все, все сказала, комментарии прочитала. Еще раз напоминаю, что оформляйте спонсорство, будем общаться в прямом эфире, это будет гораздо интереснее, то есть я вам что-то сказала, вы мне тут же можете написать, я тут же отреагировала, вы опять написали, в общем, общение в режиме реального времени. Все, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца, до новых встреч, пока! Пока!